Почтовая марка с фотографией Нурсултана Назарбаева, новая площадь Астана в городе Роттердам и даже Сур-Тюльпана, президент Назарбаев. Сегодня глава государства прибыл с официальным визитом в Королевство Нидерланды. Наша съемочная группа сейчас работает в городе Гаага, где проходят основные мероприятия. Последними подробностями с нами готов поделиться мой коллега Данияр Рамазанов. Данияр, добрый вечер. Мы уже знаем, что казахстанский борт номер один прибыл. Что сейчас происходит и какова общая программа визита? Добрый вечер, Эльвира. Хотя, учитывая разницу во времени, для жителей Гааги будет более актуально приветствовать все-таки добрый день. Как видите, сейчас здесь время только начало четвертого. Да, Нурсултан Назарбаев уже прибыл. Напомним, что визит проходит по приглашению премьер-министра королевства Марка Рюте. И именно в эти минуты в его резиденции проходят и встречи. Далее по программе буквально через час Нурсултана Назарбаева ожидает король Нидерландов Вильям Александр. Мы уже рассказывали о том, что завтра в Гааге начнет свою работу третий глобальный саммит по ядерной безопасности, в котором примет участие глава Казахстана и еще 57 мировых лидеров. Они также уже прибывают. Поэтому эстафету двусторонних переговоров продолжит встреча Нурсултана Назарбаева с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. О чем конкретно будет идти речь на всех этих встречах и переговорах по понятным причинам, разумеется, мы сейчас конкретно вам сказать не можем. Но знаем, что в центре внимания будут вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. Кстати, о последнем, думаю, телезрителям будет интересно, что именно сегодня в Гааге, как вы выше уже отметили, будет презентована голландская почтовая марка и даже новый вид тюльпанов, которые посвящены и названы в честь президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. А в городе Роттердам одна из новых площадей отныне будет называться Астана. К данному моменту у меня все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Эльвира? Спасибо, Данияр. Продолжение следует...